Привет, священный гусь! А это я и священный гусь, который, как сказал Андрей, по его версии, был съеден китайцами, и ему поставили за это памятник. Ему, а также всем его предшественникам и последователям, которых сажали китайцы. А мы находимся в месте очередного туристического развода, которым предлагают за 35 юаней забраться, даже не забраться, а подойти близко к двум старым обрушившимся практически зданиям, которые на вид пагоды, одна а-ля солнечная, а другая лунная. Но издалека они смотрятся гораздо интереснее, а ночью они смотрятся действительно шикарно. Но платить такие бешеные деньги за то, чтобы просто походить рядом с этими двумя постройками, мне кажется, чересчур. Вот, а мы сейчас идем бесплатно по такому небольшому мостику у воды, и, в принципе, смотрим их вот днем. Ночью придем сюда обязательно и поглядим еще раз, потому что это, в принципе, символ Гуйлина. Вот, это вот лунная такая пагода. Видите, засвечено все чуть-чуть. Она такая синенькая, а эта вот более желтая, это солнечная, да. Они, конечно, красивые, но не настолько, чтобы платить за них такие бешеные опять же деньги. Да, и мы идем дальше. Как впечатления? Лягушки. Ты что, опять снимал, не снимая? Перезаписываешь, что ли? Да. Ну вот, опять же, памятник диким лягушкам. Коех тут большое количество. Вот, говорят, это вот на счастье, так почесать лягушатину. Вот так вот. Да, можно на ней еще и посидеть.